В Казанском федеральном университете прошло заседание наблюдательного совета под председательством Рустама Миниханова. Темы, которые сегодня в работе, они очень перспективны и очень интересны. Это касается прежде всего нашего нефтегазового сектора. У нас есть с чем сравнить. Недавно мы посещали скалки. Удивлялся я. Оказывается, у нас все это тоже есть. Казанский федеральный университет и благотворительная организация Русфонд продолжают сотрудничество по реабилитации тяжелопольных детей. Я начал вставать, пытаться ходить. После этого стали улучшать ходьбу. Всем привет! В эфире Универ-Ньюс, а в студии Энджи Минибаева. В зале попечительского совета Казанского университета состоялось заседание наблюдательного совета КФУ под председательством президента Республики Татарстан Рустама Миниханова. Перед началом заседания президент Республики Татарстан Рустам Миниханов вместе с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым совершил обход лабораторий и научных центров КФУ. Президенту продемонстрировали VR-лаборатории, труба горения уникальной виртуальной установки, ознакомились с разработками центра агро- и биотехнологии КФУ. Также президент осмотрел новый лабораторный корпус научного центра мирового уровня, рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты. Затем в зале попечительского совета Казанского университета состоялось заседание наблюдательного совета КФУ. Мы объехали несколько лабораторий, которые за последнее время были созданы. Не только лабораторные составляющие материально-технические базы, но и те темы, которые сегодня в работе, они очень перспективны и очень интересны. Это касается, прежде всего, нашего нефтегазового сектора. У нас есть с чем сравнить. Недавно мы посещали Схолтех, удивлялся я. Оказывается, у нас все это тоже есть. Ну и следующее, это, конечно, биологизация. Это лаборатория, которая позволяет принимать решения и выдавать такие вещи, которые мы даже не предполагали. Среди приглашенных лиц были члены правительства РТ, представители бизнеса общества, а также участники делегации Киргизской республики. Основным вопросом на повестке дня было рассмотрение согласования новой программы развития КФУ. Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров доложил о параметрах ее целевой модели. Он напомнил, что программа создается в рамках нового важного федерального проекта «Приоритет 2030», инициированного Министерством науки и высшего образования РФ. Программа позволит реализовать прорывные проекты по стратегическим направлениям научно-технологического развития страны и существенно поднять конкурентную способность нашей территории, нашей республики. Он подробно остановился на ключевых моментах структуры новой программы развития, акцентировав внимание членов Совета на том, что впервые были отдельно выделены политики по основным важным для страны направлениям. Это не только образовательные, научные, инновационные политики, но также цифровизация, кампусная политика, молодежная политика и политика управления человеческим капиталом. Далее ректор КФУ обозначил основные стратегические проекты, которые представляют собой комплекс перспективных инициатив, объединенных по принципу совместной направленности на достижение уникального результата в заданное время. В нашей программе, которую мы вам сейчас презентуем, мы стремимся к тому, чтобы Казань стала также как минимум третьей столицей в области образования науки. И как вы видите, для этого сейчас нам нужно а, сохранить наши позиции, во-вторых, надо передвигаться. Я думаю, до 30-го года мы это сделаем. Объединив усилия, мы сможем продвинуть Татарстан на лидирующей позиции топ-100 в мире по таким направлениям, как образование, прежде всего педагогические науки, лингвистики, нефтегазовое дело. Топ-3 в России по таким направлениям, как медицина, биологические, сельскохозяйственные науки, науки о жизни, науки о земле, социальные науки и гуманитарные науки и искусства. Топ-5 в России по направлению химических технологий, математики, компьютерных, бизнеса и экономики. В завершении заседания члены Совета, возглавляемого президентом Республики Татарстан Рустамом Менихановым, согласовали новую программу развития КФУ, а также поддержали проект создания филиала Казанского университета Киргизской республики. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюз. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров посетил Институт геологии и нефтегазовых технологий, где провел рабочую встречу с руководством структурного подразделения КФУ и его ведущими специалистами, в том числе с приглашенным из Мексики профессором, ведущим специалистом с мировой известностью в сфере нефтегазовой отрасли Хорки Анчита. В ходе встречи обсуждались перспективы реализации нового проекта по разработке технологий подземного облагораживания нефти. Казанский федеральный университет совместно с благотворительной организацией Росфонд продолжают помогать тяжелобольным детям. Как помочь нашему следующему герою, смотрите в сюжете. Ильнас получил травму в 2019 году. На тот момент ему было всего 16 лет. По пути домой он попал в аварию и долгое время проходил реабилитационное лечение в больнице. Врачам понадобилось два месяца, чтобы стабилизировать состояние Ильназа. Часть навыков к нему вернулась, но ног Ильнас не чувствовал. В прошлом году ему вживили стимулятор в спинной мозг, который воспроизводит импульсы, посылаемые мозгом к ногам. Сначала была цель, чтобы я мог сам сидеть, пересидеть с коляской до дивана, кресла. Потом я начал вставать, пытаться ходить. После этого стали улучшать ходьбу больше. Над этими работаем, чтобы лучше ходить, чтобы быть лучше, больше самостоятельным. На текущий момент у Ильнаса нет движения, чувствительности в ногах. Но он, его семья и врачи продолжают верить, что Ильнас встанет на ноги. По словам врача Эльвиры Мухаметовой, Ильнас очень большой молодец. Благодаря занятиям дома и в реабилитационных центрах наблюдается прогресс. Сейчас планируется реабилитационное лечение, направленное на подбор и оптимизацию параметров стимуляции, на кинезиотерапию. Для него будет продована специальная программа. Более того, будут проходить регулярные диагностические этапы, когда будут сниматься электромиографии, видеоанализ движения, что обеспечивает полную информацию о его текущем состоянии и позволит делать коррекцию тренировочного процесса. Ильнасу требуется специальное восстановительное лечение, но оно платное. Стоимость лечения 748 121 рубль. Для семьи такая сумма неподъемная. Мечта Ильнаса – встать на ноги и быть как все. Чтобы дать ему шанс на восстановление и полноценную жизнь, можно отправить смс со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость одного сообщения 75 рублей. Более крупную сумму можно перечислить на сайте русфонд.ру. Энджимина Небаева, Ленар Тавлитьяров, Универньюз. Казанский федеральный университет посетил чрезвычайный и полномочный посол Буркино-Фасо в России Антуан Сомда. На встрече от КФУ приняли участие советник при ректорате по международной деятельности Ленар Латыпов и заместитель директора по международной деятельности Института международных отношений Лилия Иликова. В рамках встречи обсудили вопросы сотрудничества в сфере науки. Сотрудники студенческого конструкторского бюро и студенты Казанского университета разработали автоматически настраиваемую систему безопасности «Феникс». Все подробности далее. На рынке такая система безопасности уже есть, но они очень сложные в настройке. А новая разработка настраивается автоматически в течение двух минут. То есть при включении системы идет автоматический сбор данных и система переходит в режим охраны. Также наша система, в принципе, уже прошла испытания на одном из военных заводов Казани. Это радиоприбор. Они готовятся на данное время к серийному выпуску этих изделий. Также есть большая заинтересованность в Министерстве обороны применения нашей продукции именно «Фениксов». По словам Павла Колпакова, на данный момент рассматриваются предприятия, на которые будет устанавливаться «Феникс». Это Татнефть, Петроэлектротранс и другие индустриальные партнеры. Стоит отметить, что разработка представлена в трех исполнениях «Феникс», «Феникс Лайт» и «Феникс Про». Здесь есть свой звуковой излучатель, то есть это больше коттеджный вариант. Также, в принципе, вот это есть двухканальный, то есть они вообще все четыре канала, то есть по 250 метров. Есть двухканальный, это тоже «Феникс Лайт», он для небольших участков защиты, это, к примеру, лицевые части, фронтальные, там где ворота, въездные группы и так далее. На этом все. В студии была Энджи Минибаева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!